МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эруди пятерка! Мы сегодня покажем, что игре покорны любые возрасты. Сегодня у нас пятиклассники играют. Слева от меня, слева от меня в синих шарфах команда Родиона Полевого. Это сборная команда из разных клубов, разных школ. Справа от меня в красных шарфах дети из 51-й гимназии, из клуба «Контакт», в которой занимается Ирина Александровна Карпенко. А капитан у них Настя Истратенко. Итак, внимание! Итак, внимание! Синие против красных. Родион Полевой против Настя Истратенко. В первый раз пятиклассники на эрудит пятерки. О, мы побиваем рекорд по нижней возрастной планке. Вообще в наших и телевизионных интеллектуальных играх. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, начнем с легкой пробы сил. Блеф, игра, ну, для детей просто донетка. Я что-то буду говорить, могу соврать, могу правду сказать. А вы должны определить, где я вру, где говорю правду. Выиграть кнопку и сказать «да» или «нет», глядя перед собой в камеру. Готовы. Родион, кто у вас пойдет на донетку? У нас хорошую интуицию имеет Денис. Отлично! А у Анастасии кто имеет хорошую интуицию? А у нас на эту игру пойдет Маша. Вперед! Денис против Маши. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, внимание! Начнем с простых вопросов. Верите ли вы, что полярная звезда находится в созвездии Большой Медведицы? Фальстарт у вас, Машенька, за этим очень строго следит нашей страны судья. Денис? Да. Да. Нет, дело в том, что Большая Медведица, от нее нужно провести линию к Малой Медведице. И там в хвосте находятся полярные звезда. Теперь вы это знаете. Играем дальше. Верите ли вы, что грибы – это особый класс растений? Денис? Нет. Да, грибы – это отдельное царство. Животные, растения, грибы. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что в средние века считали, что мыши сами собой заводятся в грязном белье? Да. Конечно, вот такие у них были странные суеверия. 5-5. По 5 очков принесли в копилки. Каждая из своих команд. И Денис, и Маша играем. Верите ли вы, что на американских картах на нашей планете 5 океанов? Верите ли вы, что в Индии во время ночной езды на слоне обязательно нужно зажечь фонарь? Маша? Да. Конечно, обозначить тебя. Лихо начали. Очень неплохо начали. 10-5 в пользу 51-й гимназии, в пользу красных. Дуэль играем. Итак, дуэль игра. 5 тем, 5 боев. Вопросы, конечно, под возраст. Но все-таки нужно пошевелить мозгами. Итак, Родион, Анастасия, команда, внимание. Тема боев. Первый бой знают все. Простые вопросы, элементарные. Второй бой. Как зовут? Разнообразные имена. Третий бой. Мир вокруг нас. А четвертый бой. Все профессии важны. Пятый бой. Кошки и собаки. Поговорим о братьях наших, меньших. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя берет. Решайте. Время истекло. Родион, сразу берем БК за рога. Первый бой знают все. Кто отправляется? Я отправлюсь. Отлично. Анастасия, у вас? Знают все. Маша. Итак, Родион против Маши. Вперед. Ну, Родион занимается в клубе «Белая рысь». Кстати, в его семье играют в что, где, когда и другие интеллектуальные игры. Практически все. И папа, и мама, и старший брат, по-моему, даже собаки. Итак, внимание. Начнем. Знают все. В Египте находится одно из чудес света, а именно... Маша. Пирамиды. Великолепный ответ. Эта птица – символ мудрости. Маша. Сава. Прекрасная. Он, он самое большое животное на Земле. Родион. Белый кит. Белый кит. Не могу принять, Машенька. Тишина. Тишина в зале. Маша, будете отвечать? Не. На самом деле, синий кит. Самое большое животное на Земле. Играем. Эти два брата американца изобрели самолет. Родион. Братья Райт. Браво. И последний вопрос боя. Гора Фудьяма находится в этой стране. Япония. Браво. Очень неплохо сыграли, Родион. С Машей 15-20 впереди. По-прежнему красные. Следующий бой. Итак, второй бой. Как зовут? Разные имена. Родион, знающего имена назовите его. Знаете имена Юля. Юля. Прекрасно. А у Насти? Ну, возможно, пойду я. Отлично. Вперед тогда. Юля против Насти Евстратенко. Итак, поехали. Как зовут? Итальянские дети зовут его Пиноккио. А русские? Настя. Буратино. Это правильный ответ. Естественный спутник Земли называется. Фальстартова, Фальстартова с Настей. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу. Луна. Луна, конечно. Так звали первых собак-космонавтов. Да. Белка и Стрелка. Да, конечно. Ну, скажем так, первых вернувшихся на Землю, потому что лайка, отправленная самой первой, погибла в космосе. Продолжаем. А вот лучшего друга Гарри Поттера звали... Ой, уже забыли. Тишина, тишина, тишина. А звали его Рыженький такой, Рон Уизли его звали. О, ну что. Ну, это для вас, Гарри Поттер, это ваше детство. Для них это еще очень взрослая, очень серьезная книжка, которую читать, читать. Семь таких томов. Толще Толстого. Играем. А вот так звали отца Саши Пушкина. Итак. Да. Сергей. Александр Сергеевич. Сергей, браво. После второго боя, после второго боя, 30-25. Синий впереди. Следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ Мир вокруг нас. У кого десятки по природоведению, Родион? У Андрея. Отлично. Настя, кто у вас самый отличник по этому предмету? Природоведение у нас больше всех знает Влада. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Небо земной поверхности называется? Влада. Горизонт. Вы правы, Влада. АПЛОДИСМЕНТЫ Она выглядит как дуга или окружность, составленная из цветов солнечного. Фальстарт у вас, Влада, понервничали. Из цветов солнечного спектра, прошу вас. Дуга или окружность разноцветная? Радуга. Радуга, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Синий конец. Синий конец стрелки компаса. Показывает на этот полюс. Да. Северный. Правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем. Влада, внимание. Он состоит в основном из кислорода и азота. Ну. АПЛОДИСМЕНТЫ Намекаю изо всех сил. Да, Влада. АТМОСФЕРА. АТМОСФЕРА, ВОЗДУХ, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и заканчиваем. Центральное светило нашей солнечной, нашей планетной системы это... Да. Солнце. Солнце, конечно же. 45-35 после третьего боя. Следующий бой. Все профессии важны. Это аксиома, это не требует доказательств. Вы об этом задумаетесь так лет через... Ну... Классов через 5-6. Но, тем не менее, профессии нужно знать. Попробуем профессионала поискать. Ардион, кто у вас? У нас профессионал Денис. Хорошо. А у Анастасии? А у нас профессионал в этом деле Полина. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Денис! 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 Денис против Полины. Внимание. Итак, в школе учителя, а в детском садике? Воспитатели. Это правильный ответ, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше. Его морская разновидность называется КОК. АПЛОДИСМЕНТЫ Повар. Великолепно! АПЛОДИСМЕНТЫ Он или она ездит на автомобиле желтого цвета с черными шашечками. АПЛОДИСМЕНТЫ Тишина. Шофер. Шофер не согласен. Шоферы на всех машинах есть. Может, Полина? Прошу. Нет? Нет. На такси, видно, не ездила ни разу. Такси, желтая машинка, черные шашечки. Играем. А он считает чужие деньги и имеет с этого прибыль. Да. Банкир. Вот, вот он увереннее времени. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот их вызывает по телефону 101. МИЛИЦИОНЕРЫ. МИЛИЦИОНЕРЫ нет. Это 102 нужно набрать. Есть шанс. Пожарный. Пожарный или спасатель. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец. ПОГОВОРИТЬ О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ. ИДАК, КОШКИ И СОБАКИ. РОДИОН. СОБАКУ СЕЛА В ЭТОМ ДЕЛЕ ДАША. ХОРОШО. ТАДА Я НЕ БУДУ СПРАШИВАТЬ У НАСТИ, КТО ТАМ У НИХ И ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ С КОШКОЙ. Настенька, про кошечек кто все знает? Алина. Вперед, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, Даша против Алины. Поехали. Он очень хотел жить дружно. Да. Кот Леопольд. Кот Леопольд. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ В Корее, уж простите за правду, собак едят, а в тундре на них... Да? Ахочется? На собак в тундре? Нет, что вы. Алина. Катаются. Катаются, едут, да. Ездовые собаки есть в тундре. Отлично. А в этой сказке котята пели «Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко, а у вас фальстарт». Прошу вас, Алина. Что за сказка такая? «Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко». Три, две. Одна. Не помните? Сказка называется «Кошкин дом». Вот кошка не вызвала по телефону 101, кого надо, и дом сгорел. Играем. Как известно, от жизни собачьей собака бывает какой? Да. Кусачий. От жизни собачьей собака бывает кусачей. Хорошо. Ну и Пушкина вспомним. Именно туда шел кот-ученый, когда хотел завести песню. Да. Направо. Идет направо, песнь заводит налево. Сказку говорит. Даша в самом деле съела собаку на этой теме. 70-50 стал счет. Синий впереди. А мы переходим к тест-игре. Итак, тест-игра. Года через 3-4 вам все уши этим прожужжат. Тестирование, тестирование, репетиционное, централизованное. Привыкайте. Вопрос, варианты, и нужно выбрать вариант. Родион, кто хоть сейчас готов на ЦТ? Опять Даша. Опять Даша. Могла не уходить. Анастасия, а у вас? А у нас на эту игру пойдет Влада. Вперед, Влада против Даши. Да, да, да. Да, да, да. Это все, внимание. Итак, тест-игра, тема дети. Напоминаю, жмем по сигналу. Фальстартов не допускаем. Начнем. Греческое слово педагог означало А. Любитель детей. Б. Водитель детей. С. Хранитель детей. Пальстартов у вас, Влада, и у Даши есть шанс. Эм. Можешь вариант назвать. А, Б или С? Я думаю, С. С. Хранитель детей. На самом деле, педагогус, водитель детей, называли раба, который просто-напросто отводил греческих детей в школу. Вот и все. Но потом это стал уже учитель и воспитатель и так далее. Играем. Международный день защиты детей празднует. А. 1 июня. Б. 1 сентября. С. 14 марта. Да. Эм. А. А. 1 июня, конечно. Дорожный знак дети. Он по форме. А. Треугольный. Б. Квадратный. И С. Круглый. Да. А. А. Треугольный. Браво, Влада. Действие школ заработали. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Станьте дети, станьте в круг. Приглашала взрослых. А. Дюймовочка. Б. Золушка. С. Белоснежка. АПЛОДИСМЕНТЫ. Фальстарт у Даши на этот раз. Ну, и так, дюймовочка, золушка или белоснежка. Влада. Ну. Станьте дети, станьте в круг. Ну. Б. Золушка, конечно же. Браво. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ. Ну и заканчиваем. Детский врач. Это А. Логопед. Б. Диетолог. И С. Педиатр. Да. А. Логопед. Нет, это тот, кто недостатки речи исправляет. Даша, у вас есть шанс? С. С. Педиатр, конечно. Пять очков на подборе. И общий счет после теста игры. 85-70. Сократили отставание на чуть-чуть красные. Ну, посмотрим, что будет после слайд игры. Слайд игра. Слайд игра, ну, специально для вас была сделана. Там будут герои сказок и мультиков. Родион, кто у вас засыпает со сказками под подушкой? У нас картинки любят смотреть Андрей. Хорошо. А у Насти? А у нас на слайд игру пойдет Полина. Вперед. А Андрей против Полины. АПЛОДИСМЕНТЫ. Итак, Андрей, начинаем с вас. Ваша команда выигрывает. Начинаем с вас. Поехали. Аладдин. Аладдин плюс 15. Шоу, отлично. Полина, играем с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Багира. 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 Багира, отлично. Не бойтесь так. Багира из сказки о Маугле. Великолепно. Андрей. Тишина. Врунгель. Капитал Врунгель, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Полина, слайд для вас. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Как котенка зовут? ГАВ. ГАВ, конечно. Андрей. Тишина. Дядя Федор. Дядя Федор, да. Не удалось вас запутать. Буква Д. Следующий слайд. Ёжик в тумане. Ёжик в тумане. Великолепный мультик. Андрей, для вас слайд. ЖАР ПТИЦА. ЖАР ПТИЦА прекрасная. Полина. Знайка. Знайка, да. Великолепно. Знайка снизу Кигалая Носова. Андрей. Иван. Ну, а именно, какой Иван? Иван Нурак. Конечно. Сказали бы, Иван Царевич не засчитал бы, не похож. Полина. Ну. Кот. Какой? Шарика не смотрели? Смотрели. Ну, какой кот? Сапога. Конечно же. Ни одной ошибки, ни одной ошибки. И 160-145. Да, так и среди каждая взрослая команда добирается. Спасибо. Вернитесь к командам. А у нас риск игра. Единственная игра в нашей уникальной викторине, в которой штрафуют неправильные ответы. Поэтому должен идти самый сильный, самый уверенный в себе, самый спокойный игрок. Сейчас Родион полево скажет. Это, конечно, я. Родион. Вы угадали. Хорошо, я угадал. Настя, у вас что? Я. Капитанская игра. Вперед. Риск игра. Помните, темы дуэли игры в том же порядке. Знают все. Простой вопрос. Он собаки друг. Это знают все вокруг. Человек. Человек, собаки, друг. Да. Плюс 20 очков, Родион. А Настя, внимание. Как зовут тема? Оно зовет без голоса, а его зовут? Да. Эхо. Браво! Плюс 20 очков. Нерядовой вопрос. 180-165, разы прежней. Мир вокруг нас. Если стать лицом к северу, то по правую руку будет? Какая сторона света? Да. Восток. Восток, конечно. За спиной юга, по левую руку запад. Играем. Все профессии важны. Результат работы этого человека, сданная в эксплуатацию, квадратные метры. Очень важная профессия. Не будете отвечать? Настя. На самом деле это строитель. И заканчиваем. Кошки и собаки. Спокойно. Спокойные игроки. Корень этого растения очень любят кошки. Спокойно. Да. Валерьянка. Валерьянка, да, конечно. И всего чуть-чуть, всего чуть-чуть не хватило. Настя из 51-й гимназии, чтобы догнать нашего Родиона. Победа синих! Кстати, будете ехать через Солнечную, обязательно загляните на объездную 4G. Там есть такая замечательная вещь – самомойка. Лучшая автохимия, экономия времени и доступная цена всего от 20 тысяч рублей. Эти призы предоставлены именно этой мойкой самоослуживания на Солнечной в Гомеле. Вот вам сладенькое. И еще один, становящийся у нас уже привычным ритуал. Лучшему игроку полагается приз. Я обращаюсь к капитану победителей, к Родиону. Полевому, кого бы он назвал лучшим игроком? Скромно или не скромно? Ну. Ну. Себя я не буду называть. А почему? Ну, почему? Потому что не принято. Ну, как не принято? Ну, а раз не принято самому себя называть, тогда ведущий назовет лучшего игрока. Родион Полевой. Да зачем? Рекордный счет у нас – 2185. Так у нас взрослые, старшие не играют, школьники, а тем более студенты. Так что браво! Синие победили 200. О, великолепная, чудная команда 51-й гимназии, с которыми работает Ирина Александровна Карпенко. 185. Очень равная игра. Браво, ребята! Ну, а я напоминаю, что если вы, дорогие родители, которые сейчас наблюдают внимательно за нами по ту сторону экрана, решите, что вашему ребенку нужно набраться ума и сообразительности, ничего страшного. Вы знаете, куда идти. Пролетарская-2, Дворец творческой темы и молодежи, клуб Белая Рысь. Ну и, естественно, школы города Гомеля, центры творчества. Приходите, везде вас встретят и научат уму, разуму. Ну, а лучшие из тех, кто придет, в конце концов окажутся на нашей эрудии пятерки и услышат. Смотрим пятерку, получаем десятки! АПЛОДИСМЕНТЫ